Итак, сегодня мой вебинар о пяти незаменимых средствах Гильтек для отпуска. Этот вебинар полезен будет как косметологам, так и обычным людям, которые пользуются Гильтеком. Также будет полезен и для косметологов, которые только собираются начать использовать наши средства, и которые с ними не знакомы, потому что в сегодняшнем вебинаре мы еще будем разбирать составы очень подробно. То есть каждый активный ингредиент мы будем разбирать, что он делает, как он это делает, и почему именно такое сочетание в данном средстве, и что это дает. А также я расскажу вам про лайфхаки, которыми можно пользоваться. Это не стандартное применение средств, то есть то, что вы не увидите ни в каких рекомендациях, ни в брошюрах, нигде. То есть это тоже, это наработки уже личные. Итак, что плохого может случиться в отпуске? То есть кажется, лето, отпуск, прекрасно все должно быть. Но тем не менее, есть и неблагоприятные факторы, которые воздействуют на наш организм, и которые желательно разобрать заранее, а не лечить только последствия от них. То есть лучше заранее быть предупрежденным. Кто предупрежден, тот вооружен. Итак, солнце. В первую очередь лето – это солнце. Солнце нам приносит фотостарение, если мы не защищаемся, или очень много проводим времени на солнце. Это доказанный факт, тут особо нечего рассуждать. Солнечные ожоги для тех, кто очень любит загорать, либо как-то одет не по погоде, или не захватил солнцезащитное средство, или там одежда с длинными рукавами. То есть это то, что мы точно никогда не ждем, и то, что с нами периодически случается, и требует, в общем-то, не только предупреждения, но и лечения. Если с фотостарением мы будем бороться всю оставшуюся жизнь потихонечку, то солнечные ожоги нужна экстренная помощь, и мы это все будем разбирать. Снижение местного иммунитета из-за солнца – это происходит всегда. И из-за этого могут быть как различные респираторные заболевания, так и обострение акне, например. Высокие температуры, что нам дают? Понятно, что лето – это жара, выделение чрезмерное пота и кожного сала, что может вызывать акне, а также увеличение трансэпидермальной потери жидкости, что вызывает, соответственно, сухость кожи, обезвоженность именно кожи. Сухость кожи – это такое понятие немножко растянутое, а вот обезвоженность кожи происходит из-за увеличения трансэпидермальной потери жидкости. Когда это происходит? Это происходит в жарком, сухом климате. То есть, если климат жаркий и влажный, тогда этого не происходит, все хорошо. Тогда нужно бояться больше солнечных ожогов, старения и снижения местного иммунитета. Кстати, во влажном климате будет больше пота выделяться и кожного сала, то есть тут более опасно быть пациентам с акне. У них будет обострение больше в жарком, влажном климате, чем в жарком, сухом климате. В жарком, сухом климате плохо будет тем, у кого сухая или обезвоженная кожа. И, конечно же, мы купаемся, плаваем в различных водоемах, неважно, водоемы у нас соленые или пресные. Соответственно, из-за частого общения с водой, постоянного смывания нашей гидролипидной мантии, мы получаем тоже сухость кожи. Мы получаем усиление тоже и трансподермальной потери жидкости, потому что барьеры нашей кожи разрушаются из-за воды. И мы будем получать сухость, потому что вода, нанесенная на поверхность кожи, она не увлажняет, она сушит. Она смывает. Вода – это универсальный растворитель, и она смывает наши защитные различные барьеры. Также лето – это время путешествий. Кто-то едет в отпуск, а кто-то каждые выходные едет, например, на дачу и проводит в транспорте. У кого-то это час езды на машине, а у кого-то это на поезде несколько часов. Ну, в отпуск, понятно, что это уже самолет. И здесь тоже есть свои негативные влияния. Во-первых, в транспорте всегда сухой воздух. Сейчас особенно практически везде кондиционирование, и в автобусах, и в поездах, и в автомобилях. Получается воздух сухой, и это увеличивает транспидермальную потерю жидкости, и, соответственно, приводит к обезвоженности кожи. А также при длительном путешествии это приводит к еще и обезвоженности организма. То есть общее обезвоживание происходит. Поэтому в дороге надо обязательно пить. Но понятно, что если это межрейсовый автобус, который едет 3 часа без остановок, пить тоже не очень удобно и даже некоторым опасно. Поэтому пьем, значит, после. То есть нужно восполнять потерю жидкости, если не во время путешествия, то хотя бы после. И поменьше стараться пить различных жидкостей, которые обладают мочегонными свойствами, например, кофе или крепкий чай. Так, ну и пыль, грязные руки. Да, это будет опасно в плане обострения акне. Сразу хочу сказать, что те средства, которые мы разберем, они все являются удобными для дороги, для путешествий, потому что у них мини-упаковки. То есть не более 100 миллилитров. Мы все знаем, что в самолёт, в ручную кладь, можно брать не более 100 миллилитров жидкостей. Крем является тоже жидкостью. Даже сыр является жидкостью, если он мягкий. И с этим тоже могут быть проблемы. То есть можно брать не более килограмма жидкости, в флаконах не более 100 миллилитров. Даже если в этом флаконе 150 миллилитров аналита у вас, ну, а в нём находится 50, у вас его попросят выкинуть. То есть его изымут из багажа. Поэтому, пожалуйста, смотрите обязательно на свои флакончики. И в гильтеке всё рассчитано. То есть есть флаконы 30 миллилитров, есть флаконы 100 миллилитров. И сейчас мы это всё разберём. Итак, что нам нужно в дороге и в отпуске? То есть понятно, что минимум упаковки. При этом для ухода за кожей нам нужно будет быстрое и нежное очищение. Желательно умывание без воды, так называемое. То есть потому что не всегда есть возможность пойти умыться водой. Не всем это комфортно. Есть люди, которые, в принципе, умываются без воды. При этом из-за того, что мы в дороге, вокруг грязь, пыль, сухость, опять же, иногда захочется протереть лицо, как-то вот это всё смыть, вот эту грязь. И лучше это делать не водой, лучше это делать специальными средствами. Так вот, есть, возможно, не все знают, что у Гильтека есть серия офтальмологическая. Это блефарогели различные и блефаросалфетки. Так вот, из новинок появился, ну, уже несколько месяцев назад, блефарогель очищения. Это такой гель, который наносится на ватный диск, и им смывается любая косметика, даже водостойкая. Он безопасен для век, даже для чувствительных век. И, в принципе, двумя ватными дисками вы спокойно смоете всю косметику с лица, включая и тушь, и тени, и карандаш, и тональное средство. Ну, может быть, если у вас полный парад, скажем так, полный макияж, может быть, понадобится 3 ватных диска. Но в целом достаточно экономное средство. И самое главное, что оно очень безопасно. И это важно. То есть оно универсально для любого человека, даже с очень чувствительной и сухой кожей. А также подходит и для жирной кожи в том числе, потому что в этом средстве мы потом ингредиенты разберем, очень хорошие очищающие компоненты. Далее. Как очищение, например, если вы летите в самолете, или если у вас длинный, да, допустим, вы летите 8 часов в самолете. Кожа неприятна, кожа сохнет, нужно что-то с ней сделать. Тогда вместо очищения блефарогеля можно произвести очищение тоником с гидролизатом коллагена и алоэ вера. Да, он не предназначен для очищения. Это тоник действительно. Но, тем не менее, чтобы протереть лицо без косметики, ну, либо вы глаза тогда не протираете, то есть если на вас нет косметики, но вам хочется увлажнить дополнительное лицо, вы протираете тоником и дальше наносите сыворотку. Далее. Тоник в том числе может быть и как увлажняющий агент. Его можно, это уже лайфхак, его можно использовать как термальную воду, соответственно, вы будете в процессе дороги увлажнять лицо, добавлять воды именно на лицо. Далее. Также к быстрому увлажнению относятся у нас есть гель интенсив регенерация. Это очень хорошо увлажняющая сыворотка с еще дополнительными, дополнительными множественными свойствами, включая регенерацию, включая противовоспалительные свойства и так далее. Но в данном случае в дороге нам это не так важно, нам больше важно увлажнение. То есть можно протереть лицо тоником и затем нанести гель интенсив регенерация. Вам сразу станет более комфортно. И тоже у него, как вы видите, объем флакона всего 30 мл. Есть 30 мл, есть 100 мл. В зависимости от того, насколько вы долго едете, от того, берете вы на всю семью косметику или только для себя, будете ли вы использовать этот гель на тело или только на лицо. То есть это уже планируете вы. Брать 100 мл или 30 мл и то и другое в самолет пустят в ручную кладь. Защита от солнца. Например, если вы поехали на яхте в регату или еще что-то, или просто вы поехали на море, то, конечно, нужен солнцезащитный крем. У Бильтека вышла новинка. Это крем-мультипротектор SPF 50 Oil Free. У него объем 100 мл. Цена очень достойная, хорошая для такого продукта. Это всего 1500 рублей в рознице. И я к нему еще вернусь и про него расскажу. Он опробован на очень бледнокожих, скажем так, людях, в очень экстремальных солнечных условиях. Он проверен и мной лично. Тоже в Илайте больше двух недель я была. То есть проверен он на нас. И показывает он действительно великолепные результаты. То есть результаты лучше, чем у многих других кремов, на которых написан тоже значок SPF 50. Так, и нам еще в отпуске нужно лечение акне, потому что может обостриться акне всегда. Может быть не только акне. Вы можете, ну, это может быть в принципе инфекция, да, то есть какое-то импетига, еще что-то, какое-то заражение. И в этом нам поможет как гель интенсив регенерация, так и сыворотка 100-пакне. Соответственно, сыворотка тоже в объеме 30 мл. А сейчас будем разбирать подробно по составам. Итак, вот этот гель, наверное, вы еще не знаете, блефорогель очищения, да, то есть это такой мицеллярный гель. Его нужно будет обязательно смывать с лица, смывать его не обязательно водой, можно просто смыть его тоником. Итак, в нем содержится, давайте рассмотрим его состав. Полиглицерил-4-капрат. Это эмолент и эмульгатор, причем подходящий для очень чувствительной кожи, в том числе для кожи век. В целом серия блефорогелей, да, она создана для очень чувствительной и проблемной кожи век, поэтому все эти продукты проверяются, у них есть не только дерматологический, но и офтальмологический контроль. Это все проверяется именно на людях, и любые, ну, в процессе производства, в процессе создания новой продукции, всегда идет несколько месяцев тестов, и если вдруг что-то не так, то переделывается формула заново, и опять идут новые тесты. То есть эти продукты не просто так, кто-то придумал формулу, сделал и выпустил в продажу. Нет, это именно проверенные продукты с доказанной безопасностью. Итак, ну вот страшные названия, да, для тех, кто не знает химии, для тех, кто не очень разбирается. Полиглицерил-4-капрат, это эмолент. Эмолент это что? Это увлажняющий агент. И эмульгатор. Эмульгатор это вещество, которое делает жир водорастворимым, а воду жирорастворимой. То есть это средства, которые добавляют, например, в кремы, а также эти средства добавляют в очищающие продукты. Потому что если нам нужно снять чем-то водородинистым, да, гель это все-таки водянистая структура, да, то есть там нет жира, нет масел, смыть, например, водостойкие какие-то компоненты, которые смываются именно больше маслами, маслянистыми текстурами, то эмоленты нам в этом помогают. Ой, эмульгатор, извините, оговорилась. Полоксомер 184. Это один из самых мягких и бережных пав, который тоже используется именно для очищения век очень хорошо. Сок алоэ вера. Это достаточно частый компонент в гельтеке, мы его очень любим, и он нам служит верой и правдой. И у нас всегда достаточно большой процент ввода этого вещества, этого волшебного действительно продукта, о котором написано очень много и статей, и историй, и даже такой интересный факт, что Александр Македонский завоевал один остров специально потому, что там было очень много плантаций алоэ вера. И именно алоэ вера обладает самыми мощными противовоспалительными свойствами, потому что алоэ есть разные виды. То алоэ, которое у нас растет на подоконниках, это древовидное алоэ, оно немножечко послабее. Итак, противовоспалительное действие, ранозаживляющее, иммуностимулирующее. Соответственно, в данном случае, если мы берем веки, то здесь нам интересно противовоспалительное больше свойство. Депантенол также содержится, это ранозаживляющий компонент, да, все мы о нем знаем. Объем, ой, здесь ошибка, 30 миллилитров, конечно же. Объем блефорогеля очищения 30 миллилитров. Печатка. Так, я рассказала, как им пользоваться, да, то есть мы наносим его на ватный диск, прикладываем, например, к глазу, да, с макияжем, ждем немножко, буквально там 20-30 секунд, и затем вытираем макияж. Потом можно перевернуть ватный диск и вытереть остатки, да, и вытереть остальное лицо. Но после этого нужно обязательно смыть это вещество, потому что здесь все-таки содержатся павы, хоть они и бережные, но они при регулярном применении, при длительном, опять же, соприкосновении с кожей, они будут сухую, например, и пересушенную кожу сушить. Поэтому будьте внимательны, это именно мицеллярный гель. Так же, как и мицеллярную воду, его нужно смывать, как и любую умывалку. Тоник с гидролизатом коллагена и алоэ вера. Это универсальный тоник, поэтому его очень удобно брать с собой в дорогу, потому что он подходит для любого типа кожи. И в целом для любых проблем. И подходит он именно за счет того, что в нем содержатся следующие компоненты. Это сок алоэ вера, то есть это противовоспалительное, иммуностимулирующее, рано заживляющее действие. То есть это подходит и для кожи с акне, и, например, летом, когда вы загораете, немножечко покраснело лицо от солнца. И если у вас чувствительная кожа или она пересушенная уже до такой степени, что появилась чувствительность, то сок алоэ вера будет вам в этом помогать, в нормализации состояния кожи. Гидролизат коллагена. Это увлажнение по типу влажного компресса. Также у гидролизата коллагена есть и противовоспалительное действие. Особенно его замечают пациенты с акне и с не очень жирной кожей. Также еще содержится глицерин, как увлажняющий агент, как эмолент. Спрей этот есть в 100 миллилитрах. Его очень удобно использовать и как термальную воду именно в поездках или когда вы на пляже. Вот сейчас уже лайфхаки вам рассказываю. То есть не просто протирать лицо ватным диском после умывания. Или, например, смотрите, если очень сухая кожа, то вы можете утром не умываться, ну или умыли с водой, а затем сразу же тоником протираться. То есть не обязательно дополнительное очищение для сухой кожи. То есть на этом можно, скажем так, сэкономить время, потому что в отпуске кто-то очень размеренно живет, а кому-то надо все время спешить. При этом не хочется потерять качество в состоянии кожи и испортить кожу. И испортить за счет этого себе отпуск и после отпуска потом бегать к косметологу. Можно, соответственно, как очищающее средство на ватном диске использовать. Можно использовать как термальную воду. В самолете, например, в поезде, в автобусе, то есть где очень сухое закондиционирование. И как часто использовать? Можно каждые полчаса, каждый час. То есть по мере... То есть вы чувствуете, что начинает кожу стягивать, брызгаете. Можно сделать как? Можно брызнуть, через 5 минут еще раз брызнуть. Тогда хватает на гораздо дольше. Тогда может хватить даже на 3 часа такого увлажнения. На пляже очень вам советую брать такую бутылочку с собой, потому что, смотрите, вы поплавали, например, в море, там в озере, неважно, речка. Во-первых, солнцезащитный крем мог у вас смыться. Во-вторых, вы все равно потеете. Во-третьих, если это море, море... Есть моря, которые не сушат, есть моря, которые сушат. Это зависит от электролитного состава, ну и полисахаридного состава. Это, в общем, зависит от состава воды именно на том берегу, на котором вы находитесь. Потому что одно и то же море на разных берегах с одной стороны может сушить, с другой стороны может увлажнять кожу. Ну или поддерживать увлажнение кожи. Это многое от чего зависит. Так вот, если вы берете с собой этот тоник, то, во-первых, вы можете спокойно смывать с лица эту соль, потому что не всегда есть души, бывают дикие пляжи, где не оборудованы какими-то душами, где можно спокойно помыться и смыть с себя соль. На лицо вы после моря не можете сразу нанести солнцезащитный крем, потому что он может не так сработать из-за солей. Ну и вообще это не очень приятно. Поэтому вы смываете эту соль тоником, а затем наносите заново солнцезащитный крем, к которому мы тоже чуть-чуть попозже вернемся. Вот. Если вы обгорели на солнце, то сразу же убегайте в тень, да, и причем в тень не под навес из какой-то ткани, а лучше в тень, именно чтобы это была постройка, то есть чтобы это была крыша нормальная над головой, потому что сквозь ткань проникает все равно ультрафиолет, проникает, все равно лучи проходят. Поэтому лучше именно, чтобы это был не навес, а чтобы это было какое-то, ну, какое-то помещение. И там, ну, там к тому же обычно попрохладнее. И вот там начинайте использовать этот тоник, как термальную воду, пшикать на лицо, ну, или на плечи, неважно грудь, то есть те места, где вы обгорели. Это может быть вообще все тело, если вы заснули случайно на солнце. И это может быть поясница, если вы, или спина целая, если вы просто даже на даче в огороде копались, и вот потом ощутили через там полчаса, час, что спина вся горит, тогда попросите ближних вас начать брызгать именно этим тоником. И у вас, вот просто поверьте, у вас прям на глазах будет проходить вот этот отек, краснота, потому что сок алоэ вера, он и гидролизат коллагена, кстати, тоже, они очень хорошо действуют, вот как скорая помощь быстрая. Далее, гель интенсив регенерация. Вообще, я считаю, что это средство должно быть у всех в домашней аптечке, как минимум 30 мл, у всех людей, у которых есть дети, у всех людей, у которых есть животные, особенно кошки, потому что это уникальный просто гель, который вот рано заживляет прям на глазах. То есть любые порезы, любые ссадины, любые царапины, любые ожоги, все что угодно, он действительно заживляет очень быстро, кожа заживляется очень быстро и у детей, и у животных, и у взрослых, и у стариков. Так как этому гелю уже несколько лет, то уже накопился достаточно большой опыт его применения и у людей с разными проблемами, и у животных, и на незаживающих ранах, и на трофических язвах, и на различных ссадинах, на ожогах, и после каких-то повреждающих процедур, то есть, например, чистка механическая, шлифовка, пилинги, купится материал по заживлению татуировок, тоже очень интересный вариант, то есть с татуировками вообще прекрасно, там заживление происходит за два дня, вместо недели или даже дольше обычно татуировки заживают, вот здесь за два дня, то есть первое же применение этого геля, через несколько часов уже нет ни красноты, ни отека, и очень комфортно человеку, сейчас просто татуировки очень модно, и если они на большой поверхности тела, то это такая неприятная проблема в плане заживления. Итак, за счет чего этот гель такой волшебный? В первую очередь, это 5% депантенола, то есть именно тот процент компонента, который как раз работает как ранозаживляющее средство, то, что, в принципе, во многих аптечных средствах есть, но здесь это именно гель, а не крем, поэтому гель более предпочтителен для заживления ран, потому что не образует окклюзионную пленку, а под окклюзией раны заживают хуже, плюс есть риск инфекционных осложнений. Под гелевой, такой вот дышащей пленкой, да, с эффектом влажного компресса, риск инфекции резко снижается, и заживление происходит гораздо быстрее. Также из таких вот тоже заживляющих и иммуностимулирующих компонентов это хитозан, бета-глюкан и сок алоэ вера. Они все обладают и увлажняющими, и заживляющими, и улучшающими местный иммунитет свойствами. Также экстракты ромашки и календулы, про них, я думаю, не надо всем рассказывать, потому что все мы знаем это с детства, да, это противовоспалительные компоненты. И увлажнение, это высокомолекулярная гиалуроновая кислота, глицерин, тоже сок алоэ вера обладает увлажняющими свойствами, хитозан, бета-глюкан тоже обладают увлажняющими свойствами, то есть такое мощное увлажнение, мощный противовоспалительный эффект и ранозаживляющий эффект. Есть в объеме 30 и 100 миллилитров, в отпуск берете в зависимости от того, насколько человек, будете ли вы использовать на тело или нет, и так далее. еще у интенсив-регенерации есть свойства рассасывающие, то есть его хорошо используют на гематомы и на эндуративный отек. Эндуративный отек это например, при акне, при узловой форме присутствует эндуративный отек, при укусах насекомых присутствует эндуративный отек, при ожоге присутствует тоже эндуративный отек, тоже будет. То есть вокруг воспаление всегда есть отек, и гель-интенсив-регенерация его уменьшает, как бы рассасывает. Какие еще есть лайфхаки, то есть когда мы его используем в области лица? Ну, во-первых, если вы ходите на пляж, то вечером обязательно, после того, как вы снимаете косметику, вы обязательно наносите гель-интенсив-регенерация для того, чтобы во-первых, подготовить кожу к дальнейшему освещению солнцем, и осушению океанами, а во-вторых, чтобы снять любое воспаление, любой солнечный ожог и улучшить именно восстановление кожи после негативного влияния солнца, ветра и воды, потому что они все равно есть, и жары. Плюс идет мощное в том числе увлажнение. Так, какие лайфхаки при ожогах, например, солнечных, да, вы просто наносите, ну, вы помните, что нужно сначала все это обрызгать тоником с гидролизатом коллагена и алоэ вера, а затем нанести гель-интенсив-регенерация, вам сразу станет легче и не будет слезать кожа, не будет вот этого крупнопластинчатого шелушения, все будет смотреться благородно и благоприятно, и загар ляжет тоже ровно, то есть не будет пятен, где что-то сгорело, что-то загорело, вот, то есть гель-интенсив-регенерация будет способствовать именно ровному загару. Если есть акне, если обострилась акне или обсыпало чем-то, тоже очень хорошо использовать гель-интенсив-регенерация, потому что, опять же, он обладает очень мощным иммуностимулирующим и заживляющим действием и противовоспалительным действием, то есть будет уменьшение воспаления при акне в том числе. Поэтому не забывайте. И опять же, это гель, его приятнее использовать в жарком климате, чем крем. Если вы порезались, если вы упали, ссадина у вас какая-то, то промываете просто водой, если она грязная, водой с любым гелем для мытья рук, перекись не нужна, и после этого наносите гель-интенсив-регенерация, и у вас все заживает быстрее гораздо, без сильных корок, когда невозможно ногу согнуть, и так, ну вот, то есть, идет заживление более такое нежное, правильное, которое не мешает движению и не портит отпуск. так, следующее, без чего бессмысленно ехать в отпуск, это крем мультипротектор SPF 50 oil free, это наша новинка, как раз к летнему сезону, весной вышла в апреле, это солнцезащитный крем, который нежирный, потому что самая частая проблема, вернее, вообще, какие есть проблемы у солнцезащитных кремов, во-первых, это то, что они жирные и блестят, да, это то, что не нравится людям с жирной кожей, потому что, ну, кому нужен вот этот вот блеск на лице, как будто ты то ли вспотел, то ли кожа жирная, непонятно, что это с тобой, да, вот, этот крем не дает такого эффекта, потому что он не содержит жирных компонентов, дальше, ну, он не содержит масел в составе, дальше, белый налет, да, то есть, SPF 30 часто можно найти без белого налета, но SPF 50 это уже прям маска, гейши просто получается, когда мы наносим SPF 50 всегда белый налет и на фотографиях это всегда видно, ну, и просто это видно, блестящее белое лицо, да, даже иногда голубоватое такое получается, и, ну, это неприятно и это всегда видно, приходится как-то то ли не фотографироваться, то ли сверху еще пудрой какой-то, как бы делать макияж, но в целом это уже дополнительные, ну, дополнительные действия, то, что неудобно делать в отпуске. этот крем не выбеливает, потому что он содержит диоксид титана в наноформе, в микронизированной форме, и поэтому вот этого вот белого налета нет, белый налет еще часто даже не от диоксида титана, а еще от оксида цинка, оксида цинка этот крем не содержит, потому что было, ну, хотелось сделать крем, который и не блестит, и не белит, ну, и не выбеливает лицо, который смотрится натурально на коже. Итак, вот теперь будут страшные слова разные, да, которые обозначают различные солнцезащитные фильтры. Итак, диоксид титана в наноформе микронизирована, это физический фильтр, да, то есть это такой мелкий порошок, который защищает нашу кожу от ультрафиолетовых лучей всех спектров. То есть он что делает? Он и поглощает лучи, и отражает лучи, и рассеивает лучи. Вот, именно как его часто этот компонент можно увидеть в любых солнцезащитных средствах, на самом деле, физический фильтр всегда нужны, но проблема физических фильтров это выбеливание кожи. В микронизированной форме этого не происходит. Далее, следующие пять веществ это химические фильтры различные, этилгексилметоксициномат достаточно часто встречающийся химический фильтр, он водостойкий, то есть это вас будет спасать от того, что если вы вспотели или допустим, там плавали немножко там где-то заделась вода, то есть не ныряли, потому что понятно, что когда вы ныряете еще в очках или в маске, то лучше обновлять солнцезащитный крем, но опять же, пока вы выходите из воды, все равно какая-то часть этого крема на вас еще работает, и это хорошо. Так вот, этилгексилметоксициномат он является водостойким химическим фильтром от ультрафиолетовых лучей типа B. Гомосалат это тоже химический фильтр от таких же лучей, также он является эмалентом, то есть он увлажняет и он водостойкий. Диэтил, амино, гидроксибензоил, гексилбензоат это уже химический фильтр от ультрафиолетовых лучей типа A. Тиносорб-М, химический фильтр и от ультрафиолетовых лучей типа А, и от ультрафиолетовых лучей типа Б. Этилгексил-Триозон, тоже водостойкий химический фильтр от ультрафиолетовых лучей типа Б. И он также является эмалентом. То есть смотрите, этот крем не сушит, потому что обычно, кстати, солнцезащитные кремы, они несмотря на то, что часто бывают жирные и вообще на масляной основе, здесь на водной основе крем, они часто при этом сушат лицо. Если человеку с жирной кожей просто неприятно, потому что этот солнцезащитный крем часто жирный, то человеку с сухой кожей он вроде бы жиром намазался, а кожа все суше и суше и суше с каждым днем, потому что пока этот солнцезащитный крем находится, он немножко высушивает. Наш солнцезащитный крем увлажняет, именно за счет того, что и фильтры выбраны нежные, и при этом стойкие фильтры, безопасные фильтры. И их почему так много? Потому что каждый фильтр в небольшом проценте, потому что чем больше процент введенного вещества, тем больше вероятность каких-то побочных эффектов, каких-то аллергических реакций, раздражения кожи и так далее. Поэтому всегда делают так же, как и с консервантами, например, не берут один консервант, а берут три консерванта, но в гораздо меньшей концентрации, то есть не по 100%, а по 30%. Это уже гораздо сильнее снижает риски побочных эффектов. Также и здесь выбрано много фильтров, то есть 5 химических фильтров, но диоксид титана не вызывает никаких раздражений, он физический фильтр. То есть 5 химических фильтров в небольших процентах, чтобы не вызывать никаких побочных эффектов. При этом большинство из них стойкие, они хорошо сочетаются друг с другом, и многие из них еще и увлажняющие. Увлажняющие, да, это классно. И в этом геле еще, ну в этом креме, в мультипротекторе содержится фукогель, это биосахаридная смола, которая обладает увлажняющими свойствами и поддерживает микробиом кожи. То есть это важно для кого? Это важно на самом деле для всех, потому что при акне нарушен микробиом кожи, при чувствительной коже тоже нарушен микробиом кожи, при пересушенной коже нарушен тоже микробиом кожи. И используя фукогель в продуктах, мы таким образом улучшаем состояние кожи, потому что наши бактерии, которые живут на коже, это доказано, если им хорошо, их правильное количество, то и состояние кожи приближается к нормальному. То есть нет никаких раздражений, нет никаких высыпаний, любые какие-то неблагоприятные случаи, которые случаются с кожей, неблагоприятные факторы, которые на нее влияют, кожа лучше переживает. Она так сильно не страдает ни от солнца, ни от ветра, ни от жары, ни от каких-то, ни от грязи. То есть кожа такая более резистентная становится при нормальном микробиоме. Поэтому этот крем, он вот в себе содержит прям квинтэссенцию такого добра для лета. И еще что очень важно, у него очень маленький расход. То есть достаточно одного нажатия на поршень, чтобы нанести его на лицо. Он очень такой жиденький, он очень хорошо распределяется, он совершенно не полосит, как это говорят, да. То есть не видно каких-то разводов на лице, не видно никаких полосок, быстро впитывается и не оставляет никаких жирных следов, никаких белых следов. То есть его можно использовать не только для лица, конечно же его можно использовать и нужно использовать и для тела в том числе. Особенно грудь, плечи, руки, стопы, кстати, вот тыльная поверхность стопы, она сгорает часто очень, потому что мы все ходим в босоножках, мы плечи защищаем, а стопы мы не защищаем. И стопы могут часто сгорать. И потом уже неприятно носить обувь. Это тоже тяжело. Это тоже немножко омрачает, может омрачить отпуск. Поэтому утром наносим крем-мультипротектор, а вечером наносим гель-интенсив регенерации. Тогда у вас не будет никаких ни солнечных ожогов, никаких побочных эффектов. Опять же, у кого есть пигментация или кто склонен к пигментации, то этот крем-мультипротектор тоже незаменим, потому что в первую очередь, как избавиться от пигментации, это не вызывать пигментацию. То есть защита кожи от солнца, от ультрафиолета. И этот крем прекрасно справляется. Когда я была в Элате, там был индекс солнечной активности 10 каждый день, даже когда были тучки. И мне приходилось выходить не только ночью на улицу, но и днем. Мы были без транспортных средств, поэтому мы ходили пешком в основном много. И при этом у меня, ну, благодаря этому крему, никакой пигментации у меня не усилилось. То есть защищал он очень даже хорошо, потому что у меня есть пигментация, я с ним борюсь. И, конечно, я не хочу, чтобы она усиливалась, и чтобы кто-то ее видел. Так ее никто не видит, кроме меня. И, соответственно, этот крем очень хорошо помог. Этот крем очень хорошо помогает людям светлокожим. То есть с первым, вторым фототипом, даже с первым фототипом, тоже мы проверяли на Мальдивах, например. Тоже понимаете, что это очень сильные южные широты. И люди, которые всегда сгорают на солнце, вообще всегда, с этим кремом не сгорали. Очень хорошо, время на пляже проводили. Поэтому очень его рекомендую. Обязателен этот крем после различных пилингов, после различных шлифовок, при применении в домашних условиях каких-то кислотных средств, средств с ретинолом. Обязательно эти средства наносятся вечером, а утром обязательно крем-мультипротектор. В целом, если вы нанести утром, то до вечера он будет работать, если вы не находитесь... Например, если вы в Москве, то он будет работать вечером, и его хватит. Если же вы... Понятно, что где-то, где жарко, и у вас просто пот стекает с лица, или вы где-то купаетесь, понятно, что как только вы его смыли чем-то, то нужно обновить этот крем. Вообще рекомендации по обновлению, они очень усреднены, то есть кто-то пишет 2 часа, кто-то пишет 4 часа. В данном случае вы смотрите по тому, как вы сильно потеете, потому что если вы сильно потеете, вам приходится промокать лицо. Как только вы его промокнули, вы должны понимать, что вы большую часть крема смыли. Это сделал и пот, и салфетка, которыми вы промокнули. Если вы покупались, то тоже большую часть крема вы смыли, соответственно, нужно его обновить. И тут вам поможет, как раз берете с собой тоник, протираете тоником и заново наносите крем. И тогда у вас все хорошо. У вас лицо и не потное, и не соленое, и в то же время защищенное от солнца. Именно так надо объяснять и пациентам, потому что когда пациенту просто выдаешь солнцезащитный крем, то не всегда они понимают, что его нужно обновлять. Или некоторые, наоборот, перебарщивают, сидят в офисе, и каждые 2 часа наносят следующий-следующий слой. Это тоже неправильно. То есть, чтобы нанести следующий слой, нужно сначала смыть предыдущий. Так, и пятое средство волшебное для тех, кто едет в отпуск, и вообще летом тоже незаменимое, это сыворотка стоп-акне. Это точечное средство для лечения воспалений. Не только акне, можно также, в принципе, там и кусы насекомых, царапинки ей тоже смазывать. Но есть отличия между этой сывороткой и гелем интенсив регенерации. Потому что, да, у них есть и общее, это противовоспалительное средство. Ну, плюс, в принципе, будет, оно не сушит, тоже, в принципе, увлажняет. Но, конечно, гелем интенсив регенерации увлажняет гораздо сильнее. Итак, давайте посмотрим состав, потому что важно то, что внутри. Итак, главным веществом действующим является азелоглицин. Это такой специальный комплекс, в котором есть азелаиновая кислота и глицин. Азелаиновая кислота обладает, как вы все знаете, антибактериальным, противовоспалительным, отбеливающими свойствами. Глицин обладает увлажняющими и противовоспалительными свойствами. То есть этот комплекс за счет глицина он смягчен. То есть азелаиновая кислота, она сушит. И при частом применении, например, просто азелаиновой кислоты, будет шелушение, будет, может быть, даже раздражение кожи. За счет глицина этого не будет. То есть этот комплекс, он более мягкий. Здесь поступили умнее ученые и смягчили отрицательное действие азелаиновой кислоты благодаря глицину. Глицин – это аминокислота, кто не знает. Это самая маленькая аминокислота. Она, кстати, хорошо проникает в кожу тоже. И в том числе, ну, это хорошее такое, действительно увлажняющее, противовоспалительное действие обладает. Глицерин – это увлажняющий агент. Сок алоэ вера, мы про него тоже много уже сказали. Иммуностимулирующие, противовоспалительные, ранозаживляющие свойства. Комплекс из микроэлементов – магний, цинк, медь. Причем не просто химические, да, ну, там, допустим, оксид цинка был бы, там, какой-нибудь оксид или гидроксид меди, да, там, вот, нет. Нет, здесь именно комплекс, который такой более биологический, более биологически совместимый. То есть это аспартат, глюканат, цинк – это то, в каком виде микроэлементы находятся у нас в организме. И они, соответственно, легче усваиваются кожей. Этот комплекс обладает себорегулирующими антиоксидантными эффектами, отшелушивающими эффектами, вернее, нормализацией дисквамации эпидермиса. То есть, если есть гиперкератоз или фолликулярный гиперкератоз, что мы всегда видим при акне, да, то этот комплекс, а также и азилоглицин, да, потому что там тоже отшелушивающее действие будет. Они борются с закрытыми комедонами и сакне. Ну и опять же себорегуляция, да, то есть уменьшение выработки кожного сала. Это тоже очень важно. Это еще очень важно для людей с жирной просто кожей, потому что летом сильно увеличивается продукция кожного сала во время жары, да, и пациенты с жирной кожей, они, конечно, страдают. Они, конечно, сильно страдают, то есть им приходится постоянно салфетками пользоваться, из-за этого может быть пигментация, потому что все время снимается верхний слой кожи, пот опять же раздражает тоже кожу, акне тоже часто появляются летом. Поэтому вот этот комплекс, ну и с азилоглицином, и с алоэвером, они все будут помогать, особенно людям с жирной кожей. Депантенол, как ранозаживляющее, да, вещество. Салициловая кислота тоже достаточно известный противовоспалительный агент. Тоже сиборегуляция идет, и усиление тоже дискалмации эпидермиса, тоже борьба с закрытыми комедонами, борьба с гиперкератозом. Причем нужно понимать, что здесь это в небольших процентах, то есть это не салициловый пилинг, там 10, 15 или 20 процентов, да, здесь салициловая кислота, там около 2 процентов, то есть она еще не обладает никакими раздражающими свойствами, а здесь имеются свойства только положительные, то есть больше противовоспалительная и сиборегуляция. И еще есть увлажняющий агент, это амигель, это полисахарид, он же гелеобразователь. Вот, то есть здесь у нас увлажнение идет достаточно много, но при этом, конечно, меньше, чем в геле интенсив регенерация. Как пользоваться этой сывороткой? Точечно, на акне, на воспаление, на укусы насекомых, на царапинки, если на заеды, кстати, можно. Когда, еще, она, так как обладает ранозаживляющими тоже свойствами, но подсушивающими, то ее хорошо использовать, когда кожа хорошо увлажнена сама по себе, либо она жирная кожа. То есть геле интенсив регенерацию мы используем, когда кожа пересушена, а сыворотку стопакны мы используем, когда кожа в нормальном состоянии, но у нее есть воспаление. То есть больше для жирной кожи это подходит, либо для нормальной кожи это подходит. Заживляет, кстати, ранки тоже она очень даже хорошо, даже ссадины очень быстро. Потому что все-таки сок алоэвера и депантенол, как точечное средство при акне, тоже замечательно. Опять же, можно точечно, можно локально, можно все лицо, можно на все лицо нанести, если все обсыпало, как борьба с сибореей, тоже на все лицо будем наносить. То есть, например, на теле у нас кожа сухая, чтобы не было ожогов, мы будем наносить на плечи и декольте, и стопы, например, и сзади коленок тоже еще обгорает, задняя поверхность коленей, голеней. Мы будем наносить гель-интенсив регенерацию, а на лицо при жирной коже мы будем наносить сыворотку стоп-акне. Еще очень хорошо, что азилуиновая кислота обладает отбеливающими, легкими отбеливающими свойствами. И таким образом, те пациенты, которые склонны к пигментации, у них пигментация не будет усиливаться при нанесении этих средств. Потому что, если бы это была просто, например, салициловая кислота или просто на спирту какие-то вещества подсушивающие, то есть риск на сильном солнце получить еще и пигментацию посттравматическую, просто поствоспалительную. А за счет вот этого компонента, азилоглицина, мы это свойство кожи, такое патологическое, мы его нивелируем. То есть пигментации уже не будет, даже если вы что-то сковырнете, даже если вы что-то поцарапаете. То есть можно сочетать эту сыворотку с гелем интенсив регенерация. Понятно, что человек с сухой кожей, у которого никогда не было акне, ему эта сыворотка, например, не нужна. Он лучше возьмет, как пятый продукт, крем, которым будет пользоваться на ночь. То есть утром он будет пользоваться сывороткой и солнцезащитным кремом, гелем, например, интенсив регенерации и солнцезащитным кремом. А на ночь будет использовать гель интенсив регенерацию и крем еще, если он чувствует сухость. А человек с жирной кожей лучше возьмет, конечно, сыворотку стопакне. А человек с акне возьмет сыворотку стопакне. Кстати, при розации тоже больше подходит сыворотка стопакне, потому что азелаиновая кислота доказана, что очень хороша при розации. При популезной, например, форме и популопустулезной форме. В целом при розации загорать нельзя. На солнце лучше особо не выходить, не появляться, потому что обостряется всегда течение заболевания. Поэтому так же, как, в общем-то, и при акне. Поэтому солнцезащитный крем обязательно и вот противовоспалительные компоненты утром и вечером просто обязательно, чтобы нивелировать пагубное влияние солнца. Кстати, еще не сказала. Гель интенсив регенерация можно использовать как маску, как увлажняющую маску противовоспалительную. Если тот же ожог на лице, например, ну или на теле, вы наносите густо просто этот гель и сверху покрываете пленкой, чтобы он не так быстро испарился. И через 20-30 минут снимаете пленку и втираете его, если он не впитался, втираете остатки в кожу. Вот, если он начинает скатываться, можно сбрызнуть тоником и дальше втереть. И тогда будет максимальная эффективность. Вот, потому что больше геля, больше, соответственно, противовоспалительных увлажняющих компонентов попадет внутрь кожи и будет заживлять и успокаивать кожу. Так, теперь жду ваши вопросики, если есть. Мы, соответственно, разобрали, какие пагубные действия могут быть летом от нашей природы, а также от наших технологических машин. И разобрали пять продуктов по ингредиентам. Из ингредиентов мы вычленили, соответственно, свойства. И после этого понятно становится, как их использовать. Я вам еще рассказала различные лайфхаки, которые тоже очень важны, очень удобно их использовать летом. Это наработки уже именно за счет людской смекалки. Спасибо. 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 . Спасибо. . . Спасибо. . . . . . . Спасибо. . . . Спасибо. . 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 в офисе, в офисе, то есть не у дистрибьюторов. А, можно, конечно, подъехать, можно, безусловно. Если вам удобнее подъехать, то, конечно. Но главное, чтобы это было именно в офисе. На почту вам сегодня придет кодовое слово, и можно будет этим воспользоваться. Дополнительная скидка в 10%. Это всегда приятно. Удачных вам, ну, скоро будут выходные и лето, отпусков. Чтобы все было только в положительную сторону и никаких побочных эффектов. И до свидания, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok